Продолжаем разговаривать о формировании коллекции золотых монет в риме Николая II, 10-рублевая монета и 5-рублевая монета с даты 1899. Первой коллекцией попадет именно монета 1911 года. Здравствуйте, мы с вами на канале Заметки и Нумизматы, и сегодня мы продолжаем разговаривать о формировании коллекции золотых монет в риме Николая II. В прошлый раз мы уже говорили о формировании начала такой коллекции по номиналам. Также говорили, что можно далее собирать монеты разных лет выпуска, так называемую погодовку. Но очень часто слышу такое замечание или вопрос, а что делать, если не хочу погодовку, но и, тем не менее, хочу продолжить коллекционирование. Не останавливаться на четырех монетах. Орлы у золотых монет Николая II не одинаковые, конечно, в разных годах, но весьма похожи. Разница можно увидеть, наверное, практически в каждом году выпуска, но это разница не столь существенно. А вот портреты, портреты, конечно же, меняют. Николай II, правило достаточно долгий период времени, менялся внешний вид императора, он взрослел, менялось его изображение, в том числе и на монетах. В первичную подборку мы с вами взяли монеты раннего выпуска, в данном случае 10-рублевая монета и 5-рублевая монета с даты 1899, так называемым ранним портретом. Но мы с вами подошли к тому, что хотим продолжить собирать, и в этом случае можно теперь добавить монеты с поздним портретом, который значительно отличается. И мы добавляем в данном случае, для примера, 10 и 5 рублей 1903 года, обе эти монеты имеют поздний вариант портрета, который уже использовался практически до конца правления императора. И вот у нас уже значительно расширилась наша подборка. А что делать, если мы хотим и далее продолжить собирать? Есть еще так называемые необычные варианты портретов. Малая голова или итальянец в отношении 10-рублевых монет, как его часто называют. Давайте добавим его в коллекцию. Самый простой вариант, это опять же вариант портрета Малая голова с даты 1899 или 1898. Хотя эти монеты есть также с датами 1901 и 1904 год, но встречаются весьма нечасто. Ну и наконец, к 5-рублевым монетам мы тоже добавим еще один образец монету с большой головой. Сразу оговорюсь, что выделяют несколько вариантов портрета. Большая голова. Мы в данном случае не будем уделять внимание, какую именно мы взяли. Просто взяли 5-рублевый с большой головой. И вот у нас три разные 10-рублевые монеты с разными портретами, выпускавшиеся в разные исторические периоды. И три 5-рублевых монеты также с разными вариантами портретов. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Тем более, что у нас коллекции всего 1 15-рублевая монета, 1 7,5-рублевая монета. Хочется их как-то разнообразить. Но они все только с одной датой, но с разными портретами. И мы можем добавить 15 рублей с другим портретом. Если был у нас вариант наиболее распространенный с буквами ОСС за срезом шеи, то мы добавили другой вариант с буквами ОСС. Ну, к тому же, у этих портретов еще есть и другая разница, о чем мы на прошлых передачах с вами говорили. И, наконец, к 7,5-рублевой монете мы добавляем еще одну 7,5-рублевую монету с вариантом широкий кант. Портрет на ней, конечно, также отличается, но более выделяет эту монету именно по отличию канта. Широкий вариант. Такая монета довольно редка. Найти ее сложно, еще сложнее. Найти ее в хорошем состоянии – это действительно большая редкость, и монета может стоить существенно дороже. И, тем не менее, наша коллекция выросла с четырех монет уже до десяти. И это не погодовка. Здесь есть даже варианты, какого года монету подберете в ту или в другую категорию. Монеты с ранним и похожим на него средним портретом, если мы говорим о 5-рублевых монет, выпускались с 1697 по 1902 год. На ваш выбор любая. Монеты с появившихся затем поздним портретом выпускались с 1903 по 1911, но тут, скорее всего, по финансовым соображениям, в первую очередь в коллекции окажется монета именно 1903 и 1904 года. Ну и, наконец, большая голова, 5-рублевики с большой головой выпускались в четырех годах с 1897 по 1900 год. Ну и даже 1901 года такая монета известна, хотя является крайне редкой. Таким образом, опять у нас есть возможность выбора. Десятирублевые монеты. Ну, в принципе, все то же самое. Монеты с различными вариантами ранних портретов, довольно похожих друг на друга, выпускались с 1898 года по 1900. Затем мы рассматриваем монеты с поздним портретом. Такие монеты появились с 1900 года и выпускались также до 1911 года. Причем с большой вероятностью первой в коллекцию попадет именно монета 1911 года, предположительно начеканенная в советское время, но отличающейся красотой. Ну и, наконец, монеты с малой головой или итальянцем также, как я уже говорил, имеются с четырьмя вариантами дат 1899, 1698, 1901 и 1904 год. Разнообразие значительное. Выбрать есть из чего, вполне можно, относительно недорого собрать вот такую хорошую коллекцию. Ну а что же дальше? Ну опять же, если мы не берем вариант собирать просто сквозную погодовку, все варианты по годам. Есть вариант собирать по портретам, а их достаточно много. У десяти рублевых монет выделяется семь основных типов портретов, но специалист выделяет еще больше, тут уже каждый видит какие-то небольшие отличия, есть и глаз наметан, и человек в состоянии это увидеть. Пятирублевых монетах также выделяется по крайней мере шесть основных портретов, но опять же можно дополнить их какими-то редко встречающимися вариантами или годовыми вариантами. Ну и, наконец, как мы уже говорили, и в семи с половиной рублевых монетах, и в пятнадцати рублевых монетах можно найти еще дополнительные варианты портретов и расширить нашу коллекцию. Наконец, знак мельцмейстера. Монеты выпускались при разных мельцмейстерах, в некоторых годах мы можем даже увидеть монеты с несколькими разными знаками. Ну, скажем, в 1901 году есть монеты знака мельцмейстера ФЗ, Феликс Зельман, есть и АР, Александр Редько. То же самое касается монет 1899 года. Тут среди десяти рублевых монет еще больше вариантов АГ, ФЗ, ЭБ. Среди пятерублевых монет два варианта ФЗ и ЭБ. Таким образом, можем расширять нашу коллекцию еще и на разные знаки мельцмейстера и сочетание их с разными вариантами портретов. И это все подчеркиваю, даже не приходя к собиранию сквозной погодовой коллекции золотых монет. Так что собирать, собирать и надолго хватит разнообразия в золотых монетах Николая Второго. Ну, а уж если хотите собрать все возможные варианты, пожалуйста, пользуйтесь профессиональными справочниками, в частности, справочниками золотые монеты, датированные временем правления императора Всероссийского Николая Второго, где вы найдете изображение и описание почти всех имеющихся золотых монет, всех их вариантов, но за исключением некоторых, которые были обнаружены позднее, чем справочник был выпущен. А на других наших выпусках мы, наверное, поочередно проговорим про каждую монету, которую сможем вам продемонстрировать каждого года и каждого варианта портретов, обозначив ее основные характеристики, так как даже при значительной схожести портретов и орлов в разных годах, небольшие отличия, все-таки найти можно и можно на них обращать внимание. Подписывайтесь на канал Заметки Нумизмата, смотрите наши выпуски, до следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok